Привет! Вот на прошлой неделе вышло крутое видео с завода. Такого, куда просто так не попасть. На создание этого видео было затрачено прям много усилий. И что в итоге? Жалкие 50 тысяч просмотров? Сами просите что-то крутое, уникальное, а потом что? Даже репост сделать не можете. Ну заведите, блин, себе уже друзей. Конечно, те, кто проявили активность, к вам у меня претензий нет. Большое вам спасибо. Но вот остальные... Мне там, кстати, в комментах писали, что я слишком добрый со своими подписчиками. Поэтому такая низкая активность. Не, я, конечно, могу быть с вами очень злым. Легко. Даже могу Моргерштерна переплюнуть. Потом еще он сам будет со мной просить коллапс сделать. Думаете, мне сложно? Да к нам на лабы по физхимии пришли студенты второго курса, у которых весь прошлый год был на дистанте. Это ёбаный пиздец. Пусть хоть кто-то мне еще попробует заикнуться о преимуществах дистантов в технических специальностях. Это... Да нищий ёбаный пиздец. Желать приятного аппетита я не буду сегодня. Я очень недоволен и я обиделся на вас. А ты... Ну вот ты, да, ты, который... Чё отворачиваешь-то? Ты вот, который сейчас подумал, что Иванов опять ноет. Вот лично к тебе обращаюсь. В жопу иди. Итак, всем привет. Я все еще готовлю несколько очень крутых видео и мне нужна ваша активность. И миллионные просмотры. Да-да, прям вот реально миллионные просмотры мне нужны от вас. Поэтому сегодня я буду халтурить и покажу вам те видео, что я снял еще в далеком 2016 году. Но вот эти ручки еще не дошли до них. Ну, сейчас появился Владимир Владимирович, он сейчас все смонтирует вот это вот видео и вы все увидите. Сегодня мы поговорим о колебательных реакциях. Биологи сразу же вспомнят цикл Крепса. Остальные, правда, не в курсах, что это, поэтому давайте сначала. Да и не ограничимся на этой реакции. Покажу вам целую вариацию колебательных реакций. Итак, в 1937 году немецкий химик Ганс Крепс открыл цикл окисления лимонной кислоты. Открытие важное, за которое Крепс получил Нобелевскую премию. Цикл Крепса это ключевая реакция, лежащая в основе кислородного дыхания, энергоснабжения и роста клетки. Короче, не жили бы вы без него. В Советском же Союзе был такой ученый, который размышлял, можно ли получить более простой, в идеале неорганический аналог сложного цикла Крепса. Это позволило бы продемонстрировать сложные процессы, протекающие в живой клетке, простой химической реакцией, которую легче изучить и понять. В 1951 году Белоусов написал статью в журнал Академии наук СССР. Но ее отклонили. Рецензент завернул статью, категорически утверждая, что такая химическая реакция невозможна. Немного отступая, отмечу, что и нынче так бывает, что рецензент конченый мудак. Пишешь ты заявку на грант, чтобы сделать исследование, которое жизненно важно для развития промышленности в нашей стране, а рецензент тебя грязью поливает, оскорбления пишет и твою заявку заворачивает. Напишите-ка, у кого такое было. Вернемся к Белоусову. Наш химик не опустил руки и продолжил исследование. А в это время наука не стояла на месте. Английский математик Алан Тьюринг, про него еще был фильм, где его играл Бенедикт Камбербэтч, Камбербэтч, правильно вроде сказал. Так вот, он предположил, что сочетание химических реакций с процессами диффузии может объяснить целый класс биологических явлений. Например, это может объяснить периодические полоски на шкуре тигра. Русский же физик и химик Илья Романович Пригожин в 1955 году пришел к выводу, что в неравновесных термодинамических системах, к которым относятся и все биологические системы, возможны химические колебания. Ни Тьюринг, ни Пригожин даже не подозревали, что обсуждаемый ими феномен уже открыт. Просто статья на эту тему не опубликована. Наконец, Белоусов отправляет новый вариант своей работы в другой научный журнал. Статья снова возвращается с отказом в публикации. Рецензент предложил автору сократить ее до пары страниц. Такой наглости Белоусов не выдержал. Он выбросил статью в мусорную корзину и навсегда прекратил общение с академическими журналами. Потому что... Какого ху... Лишь через 8 лет о колебательной реакции была напечатана заметка в сборнике трудов радиационной медицины. По Москве ходили слухи, что где-то есть стакан, в котором бьется химическое сердце. Это заинтересовала химика Симона Шноля. Он нашел Бориса Павловича и взял у него рецепт чудесной реакции. А когда провел ее, то был чрезвычайно удивлен. Симон Шноль поручил своему аспиранту Анатолию Марковичу Жаботинскому детально исследовать колебательный химический феномен. Вскоре в изучении этой реакции участвовали уже десятки людей. Они публиковали сотни статей, получали кандидатские и докторские степени. Белоусов в этой деятельности не участвовал. Ему было глубоко за 70, и он продолжал работать в своем институте. А потом до него добрались бюрократы и отправили его на пенсию. Оставшись без работы, Борис Павлович вскоре умер. Палочки вверх, юные волшебники! Открытая Белоусовым знаменитая химическая реакция, носящая сейчас имя Белоусова-Жаботинского, оказалась поворотным пунктом в современном мировоззрении. Сейчас колебательная реакция входит в золотой фонд науки 20 века. Вскоре было открыто множество различных колебательных реакций. Поэтому давайте похимичим и проведем несколько таких реакций, и сами все увидим. Для начала рассмотрим классическую реакцию Белоусова-Жаботинского. Чтобы ее провести, приготовим три раствора. Их составы приведены на экране. Возьмем стакан, поставим на мешалку и включим перемешивание. Затем засыплем в нее малоновую кислоту и дождемся, пока она растворится. Затем добавляем бромат и тоже ждем полного растворения. После этого добавляем третий ингредиент, и раствор меняет свой цвет. Это земляничный компот. Через какое-то время, без каких-либо внешних воздействий, цвет пропадает. О, бесцветный, магия. И магия. Оп, опять. Вы сейчас наблюдаете самую настоящую колебательную реакцию. Почему так происходит? Сначала я хотел подробно рассказать и разобрать механизм. Но вы же меня разозлили. Поэтому объясню упрощенно и научно популярно. Сначала образуется элементарный бром. Он окрашивает раствор в земляничный цвет. Когда его становится достаточно, то он начинает бромировать малоновую кислоту. Брома становится меньше и раствор обесцвечивается. А дальше все по кругу. Реакции пишите сами, я злой сегодня. Вот вам картинка, нажмете на паузу и сами разберетесь. В итоге мы получили бесконечный двигатель. Ну, так кто-то из вас мог, конечно, подумать. Но, увы, это, естественно, не так. Как вы думаете, как долго такие колебания будут продолжаться? Если бы она была бесконечной, то можно было бы такой химический мерч продавать. Не эти лавовые лампы, а такие заколебательные стаканы. Кстати, если остановить перемешивание, то смена цвета происходит красиво. Это была классическая реакция Белоусова-Жаботинского. А сейчас давайте посмотрим на другие, более красочные примеры колебательных реакций. К раствору бромата калия добавляем раствор малоновой кислоты с бромидом калия. Через минуту добавляем желтый раствор солицерия 4, а затем добавляем раствор фероина. В результате раствор становится зеленым. Затем его цвет постепенно переходит в синий, далее в фиолетовый, а потом в красный. Из красного затем происходит резкий переход в синий. И все это повторяется по кругу, меняясь между синим, красным, зеленым и фиолетовым. Такую фигню тоже было бы прикольно иметь дома в качестве какой-то декоративной штуки. Если остановить перемешивание, то раствор будет менять цвета пятнами. Вообще, люблю в химии такие яркие штуки. Да и снимаю подобное не просто для того, чтобы удовлетворить жажду знаний химиков-ботаников, а скорее для эстетического удовольствия. Для того, чтобы показать естественный мир без графики. Какой он удивительный и прекрасный сам по себе. И подобными видео вдохновлять вас, вдохновлять людей из мира искусства на создание чего-то нового. А среди вас таких много. Далеко не только химики смотрят этот канал. Ведь наша фантазия работает на основе тех образов, что мы уже видели. Может кто-то использует подобную смену цветов в каком-нибудь футуристическом или научно-фантастическом кино. Кстати, если перелить этот раствор в высокий цилиндр, то переход цветов будет происходить волнами. Правда, для горизонтального видео вертикальный цилиндр плохо подходит. Скорее, такое видео больше подходит под формат тиктока. В 2016 году я все голову ломал над тем, как не снимать вертикальные видео. А сейчас вертикальные видео это норм. Так что гоу ко мне на тикток. Эту реакцию можно провести иначе. Инструкцию, как готовить растворы для этого опыта, а также для других, я выложу в описании к видео, когда данное видео наберет минимум 150 тысяч просмотров. Там укажу все навески, что, когда и куда лить. Идем дальше. Нальем раствор в чашку Петри и будем наблюдать. Появляется первое пятнышко в чашке Петри. Если что, пятно должно быть синим. Если у вас не так, то, увы, цветопередача вашего экрана неправильная. Наблюдать за этим можно долго, поэтому ускорим видео, чтобы не тратить времени. Эти пятна образуются в локальных центрах перенасыщения. Где они возникли, там пошла реакция. Край пятна это фронт реакции. Она же не моментально протекает. А так как реакция колебательная, то через какое-то время в центре такого пятна реакция перезапускается. Пока пересматривал запись, мне это напомнило рост плесени. А вам что это напоминает? Так, идем дальше. Следующая реакция Брикса Раушера. Она тоже заколебательная. Берем один бесцветный растворчик, перемешиваем его на мешалке, затем приливаем к нему второй бесцветный растворчик, а затем третий бесцветный растворчик. И в этот момент у всего этого появляется цвет, а потом резко меняется в чернильно-синий. Здесь явно без магии не обошлось. Лет 300 назад за такое точно сожгли бы на костре. Так как эта реакция колебательная, то цвета начинают меняться из синего в апельсиново-желтый и сразу же в синий. На самом деле тут три цвета. В какой-то момент раствор становится бесцветным, но это незаметно. Если выключить перемешивание, то реакция уже не выглядит так эффектно, а потом вообще становится еле заметной. Если снова включить перемешивание, то раствор явно куда-то пытается убежать из стакана. Короче, данная реакция больше не завелась. Идем дальше. И следующая реакция это окисление галовой кислоты броматом. Галовая кислота, простоявшая на складе полвека, плохо растворялась. Прям очень плохо. Пришлось ее даже палочкой потыкать. Но в итоге реакция с ней заработала. После смешивания всех необходимых реактивов, в результате запускается колебательная реакция. А раствор меняет цвет с красного на зеленый и обратно. Думаю, эта реакция понравилась бы всем фанатам футбольного клуба Локомотив. Хотя это также похоже на светофор. Красный стой, зеленый ехай. Есть бром, нету брома. Ну вот это прям очень красиво получилось. Если снова включить мешалку, то реакция снова запускается во всем объеме. Выглядит завораживающе. Следующая реакция это окисление пироголола броматом. Смешиваем реактивы, все прям перемешиваем и делаем по инструкции. И реакция должна начинаться через минуту. И раствор должен менять цвета между желтым и оранжевым. Но ничего кроме этой зелено-коричневой мути мы так получить и не смогли. Конечно, если Вова-монтажер побалуется на монтаже, то вы сможете увидеть смену цвета. Однако сам опыт не удался. Но мы как минимум от старого реактива избавились. Кстати, чтобы химичить яркие опыты, все же нужны свежие реактивы. А такие вы можете замутить у моих корешей из пирохобби. У них есть химреактивы, комплектующие и оборудование для пиротехники. И спецом для вас, если вы зарегаетесь по моей реферальной ссылке, то получите скидку 300 рублей за первый заказ. Без ссылки скидка не будет работать. И акция действует всего месяц. Так что успевайте. Ссылка в описании. А мы идем дальше. И замутим еще одну колебательную реакцию. В этот раз у нас не будут меняться цвета. У нас будет колебательно выделяться газообразный азот. В пробирку наливаем раствор сульфата аммония. Затем нитрата натрия. В результате начинают выделяться пузырьки азота. Правда, почему-то попер еще бурый газ. В инструкции про это ничего написано не было. И даже если ускорить видео, то я не вижу колебаний в выделении газа. Вот вы что-нибудь заметили? Ну вот тут, если посмотреть на верхнюю пенку в ускорении, то может быть и можно приплести колебания. Но давайте переделаем для надежности. Делать будем в большом стакане. Как эпично бьются такие стаканы, вы уже могли видеть в позапрошлом видео. Если, конечно, не ныли, что скучно и типа неинтересно. Итак, в стакане то и дело пузырьков становится то больше, то меньше. То есть колебания все же можно уловить. Качай, что снизу волнами нет. Вот здесь уже прям явно видны колебания. Вот опять. То нет пузырьков, то они резко появляются большой волной. И вот новая волна пузырей. Совсем все становится очевидно, если ускорить видео. Помимо этих реакций существуют и другие колебательные реакции. Но на сегодня хватит. А я пошел доделывать большое грандиозное видео. Пока. Также мы выражаем огромную благодарность всем спонсорам и подписчикам на Патреоне. Остальные также могут ими стать, оформив соответствующую подписку.